всем привет продолжаем смотреть как с помощью blueprint интерфейса мы можем связать несколько объектов это тоже очень интересная тема и очень полезно смотрите допустим я у меня есть какие-то элементы это сами ворота допустим видите да на воротах имеется клавиша чтобы мы могли их открыть и можем сделать отдельную клавишу это отдельный blueprint blueprint actor да то есть сама клавиши если мы их установим то есть я уже подготовил двери отдельно клавиши отдельно сейчас давайте сходим прогуляемся вот это отдельные клавиши она не относится к этому эктору то есть я нажимаю проигрывается анимация нажатия кнопки открывается дверь все пожалуйста я захожу нажимая клавишу дверь закрывается и так далее подхожу сюда нажимаю ничего не происходит для того чтобы происходило мы должны передать из этого эктора в этот эктор основные действия какие-то давайте зайдем мой интерфейс как раз таки был print интерфейс создадим новую функцию новая функция у нас давайте трансфер экшен назовем то есть мы будем передавать какое-то действие сохраняем закрыва сохраняем да то есть компилируем так наш получается в нашу дверь мы должны добавить необходимые действия это вызов нашего трансфер экшен так давайте пробьем event трансфер экшен то есть мы здесь выполняем это действие но нам необходимо с того блупринта еще передать то есть это у нас отдельный блупринт кнопочка она тоже какие-то действия выполняет это вот просто анимации нажатия это она принимает и выполняет анимации нажатия то есть больше ничего так чтобы мы могли передать получается что нам необходимо в дур допустим да то есть это наша дверь мы можем вот так сделать то есть мы принимаем трансфер экшен и передаем на открытие двери но в самой кнопки нам надо будет допустим продолжим мы нажимаем типа клавишу она анимируется но чтобы мы передали двери нам нужно ввести новую переменную переменная будет actor давайте ее назовем actor transfer тип переменная actor просто нажимаем actor и все то есть по сути у нас появилась эта переменная давайте сразу ее откроем для редактирования компилируем сохраняем смотрите если мы выйдем вот сюда выделим наш нашу кнопочку наш actor кнопочки видите у нас появилась такая штука как выбор всех предметов на сцене то есть мы можем выбрать любой предмет и допустим стенку вот возьмем эту стенку можем подвинуть ее но соответственно в этой стенке должно быть у нас принятие самого интерфейса вот ну так как у нас там нету то есть мы выберем нашу дверь это и сидур либо нажать вот эту пипетку и выбрать соответственно наш предмет кнопка двери это вот то что у нас кнопочка называется кнопка двери давайте посмотрим по сути все то есть мы передали наш наше значение да вот то есть мы выбрали что это дверь и выполняем интерфейс именно transfer action которым мы назначили и с скобочках message то есть мы передаем сообщение именно этому предмету все то есть мы выполняем анимацию и передаем действие давайте подбежим к этой кнопочки нажимаем дверь открывается нажимаем двери закрывается тоже то же самое здесь все происходит нажимаю нажимаю то есть и дверь открывается и закрывается и здесь тоже самое то есть она по сути дублирует все те же самые действия если вам необходимы другие какие-то действия не знаю допустим поменять цвет у вот этого элемента вот у самой кнопки допустим какие-то если она красная типа дверь нельзя открыть ну соответственно вы выбираете элемент прописывайте set material и подаете на не знаю там какой-то цвет ну давайте белый сейчас сразу проверим то есть двери не открывается после нажатия но наш клавиша стала белой все ну и так соответственно вы можете продолжать эти действия то есть также потом можете открыть дверь после этого либо выполнить какой-нибудь я не знаю там действия опаны лаву и так далее то есть но это уже ваше предпочтение в общем друзья на этом все если у меня появятся какие-то идеи или же вы пишите в комментариях что с помощью интеракшен то есть вот этого интерфейса blueprint интерфейса можно выполнить и может быть у вас есть какие-то другие и иные вопросы а на этом все всем спасибо пока до скорой встречи